Коронавирусный год для Нижегородского аэропорта оказался сложным. Убыток составил 36 миллионов рублей, но не критическим. Сейчас пассажиропоток вырос даже по сравнению с 2019 годом. Чаще всего нижегородцы летают в Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Каир, Анапу. Моя компания сейчас старается летать в обход Москвы. Почему? Ну, потому что, наверное, это в первую очередь продиктовано антиковидными мерами. А во-вторых, наверное, это точно более удобно для пассажиров лететь сразу в тот населенный пункт, который ему надо без пересадки в Москве. Вот так выглядит перспективная карта полёта в следующем году. Из Нижнего Новгорода в Мурманск, Архангельск, Баку, Берлин, Мюнхен. Чтобы летать с ветерком, планируется расширить маршрутную сеть по субсидируемым направлениям. В список предлагают добавить Ростов-на-Дону, Калининград, Архангельск, Тюмень, Махачкалу, Уфу. И, следовательно, увеличить субсидии из областного бюджета. Мы на сегодняшний день проводим анализ, проверяем расчёты. Но в крупную клетку сегодня можем уже говорить о потенциале, который мы можем привлечь и использовать в рамках авиатериозов. Дотационные рейсы делать, а потом с позиции привлекательности маршрутов они становятся просто коммерческими рейсами, а покупаемые рейсы. И так, пример, когда в прошлом году мы ввели в эту систему маршрут до Санкт-Петербурга. Сегодня компании летают без всякой поддержки. С воздуха на воду. Новое направление на Валдае планируют открыть от микрорайона Юг и связать его с аэропортом. Кроме того, Валдае могут пустить до Балахны Юрьевца. Проблем с количеством судов нет, говорят в компании «Водолёт». Но есть проблема в инфраструктуре. Сейчас в собственности водолёта три дебаркадера. Один сейчас у нас ремонтируется. Сроки ориентировочные. Это конец июля, начало августа. Мы уже планируем его установить на пристань Юг, микрорайон Юг, для того, чтобы у нас полную силу заработал мультимодальный маршрут Нижневолжская набережная, аэропорт Стригина. Приобретение в 2021 году планируется ещё один дебаркадер, который хотим установить в городе Балахна. Надеемся, что до конца навигации обязательно у нас туда пойдут. Юрьевец – это уже проработанное, оговоренное направление. Там на завершающей стадии находится оформление документов. Мы на первую или вторую неделю августа планируем туда очередь рейса. В планах также связать Нижний Новгород водным направлением с Казани. Уже в конце этой навигации могут запустить тестовый рейс. Проработки даже круизные Валдаи. К рассмотрению такие города, то есть такой маршрут, это в сторону, опять же, Чикагоск, Юрьевец, Плёс, Кинишма, Городец, Нижний Новгород. То есть получается такое с ночёвкой обязательно где-то на маршруте, с посещением музеев. Что касается наземного транспорта, ему оказали поддержку. 180 миллионов рублей из областного бюджета. 165 миллионов на транспортные пассажирские предприятия Нижнего Новгорода. 15 миллионов – Богородска. Но проблемы сейчас практически во всех районах области. Поэтому депутаты предложили комплексно подойти к проблеме. Здесь нужно вводить просто систему, чтобы мы гарантированно получали качественные услуги. Наталья Миронова, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова